Мы приехали в город Зоннеберг, Германия, к сестре Валентине Сартисон. Вот она нас встречает. Ой, наконец-то! Наконец-то! Ой, братики мои родненькие! Последний раз мы тебе в гости. Ой, как рада! Ну, как мы убедимся? Вот так. Ну, слава богу! А собаку не будете прогуливать сейчас? Ну, он прогулял ее. Вы уже прогуливаетесь? Да, мы уже минут 7 приехали. А собаку не будете брать с собой? Да нет. Она охраняет у нас. Ага. Главный охранник газели. Ну, пойдемте. Так. Мы же окнатек, она тебе занята. Аня, окнатила ей. Значит так, мы ходим где-то с охрателись, чтобы у нас побыть подошли. За полный день будет здесь. Ой, как хорошо. Да. Значит, Николай скажет, что нужно для машины. Ага. Что у нас сломался там это? Сейчас Володя придет. Володя придет. Да. Это потом, может быть, к Юрию туда поехать. Все, позвони всем. Кто только может помочь. У него есть козлики. Там может поднять и что-то посмотить. Что там, генератор? Ну, он скажет, Николай. У него всякие в Верхштадте, у него свой есть станция техобслуживания. Но он говорит, что машина русская, но они, говорит, наверное, мне ничего не понимают. А что понимать-то наш механика скажет, что нужно-то поставить. Ну, а я думаю, что наши механики разберутся, ну, то есть... Конечно. Вот и Володя. Николай это специалист у нас. Да, у него там дома прямо козлики есть. Можно подлезть. У нас сгорел этот, большой, если я же хороший был, навигатор. Ага. Нельзя ли там как-то кого-то посмотреть, чтобы подъедели? Была такая жара, и, видимо, расплавилось по солнцу. А у вас здесь закрывается, да? А? Здесь же закрывается. Нет, вот это не закрывается, вот то. Вот так, наше поколение уходит. Мы сделали, что могли. Поэтому мы изменили маршрут, мы же стремились туда, в Бергию, рядом. Мы решили изменить, потому что машина забарахлила, дома встанет, тогда вообще нам не подъехать. Ну, хорошо. Сейчас мне Володя позвонил. Вот один номер, запомни его, как вы видите. Да. Номер третий. Статья про потеряевку. Это в интернете было, я читала. В интернете-то она без... Ну, там было, коротко. И сколько фотографий-то идти. Угу. Так что это твое состояние теперь. Что еще нужно будет, поговорим. А после того, как мы уехали, Артемий когда-то встречался с вами? Ну, я же хожу на богослужение с ним. Ничего не говорил больше? Да нет. Он единственное мне, вот когда с Украиной, вот это началась, запалка, он спросил, что Игнатий Тихонович говорит про Украину, каково его мнение. Я говорю, я вам не могу пересказать очень так же, как говорит Игнатий Тихонович. Я говорю, и в интернете есть видеоролик хороший. И вот там он все объясняет. Но я ему коротко так объяснила, что запомнила. Тем более, с кем я беседую. С Украиной был парень. С Николай Балашов-то. Ага. Вот Леонов-то, его убили-то. Нет, это уже было после Николая Леонова. Ага. Вот совсем недавно, недалеко. А там у меня три ролика с ним я беседовал, именно с ним. Да, да, это вот с ним. Когда вы беседовали, еще в Украине не было вот этого войны. Ну, я много объяснял на эту тему. Ну, а тема, да. Нет ответа, надо смотреть внутри себя и каяться. Больше ничего не надо. Молиться за властью. Понятно. Не склоняться никуда. А потом тоже с Украины какой-то парень зашел к вам и задал вам вопрос, уже шла война. И вы объяснили очень хорошо и мне очень... Да, это он и есть. Нет, это был другой. Другой еще, ну, может быть, еще кто-то. Нет, нет. Ну, там несколько заходило. У меня один ответ, что Писание говорит. Да, зачем? Это не мои слова. Вот мы записываем. Ну, что тогда? Ну, пока мы так, мы разомнемся немножечко. Ну, давайте. У нас теперь, Коля, такие расслабленные дни. Да, да. Мы по гостям ездим. Вы сегодня будете, это, сами себе предоставлены. Единственное, что надо будет, это, кого-нибудь сходить, значит, посмотреть, сколько на карточке денег, как мы в прошлом году с вами ходили. Потом нужно будет нам приобрести аккумулятор и с кем-то, я не знаю, это порешать. Его надо покупать? Да. Может быть, масло поменять, можно будет куда-то заехать. Сейчас я Володе позвоню. Он придет, и вы с ними побеседуете. Да, это прям вопрос. Вот потому что я говорю, ну, что-то с машиной. А что, а что? Я говорю, да я не знаю, что я с ней понимаю. Ничего-то тут, приехали мы сейчас в зоне Берг-Германия. Погромче. Зоны Берг-Германия остановились, потому что неладо с машиной. А неладка эта была заложена в самом начале. Это что-то с генератором. Вначале там стружка внутри оказалась. Ну, и дорога, что-то, вот Николай, сидит там справа наша. А эта, которая заехали, мы в Альтинис-Артисон. Взять ей будет Владимир. Ну, и аккумулятор. И местная, что, сможет ли подойти, я спрашиваю, Николай. Это методом тыка надо проверять. Видимо, надо, чтобы все сходилось. Все параметры данные. Неизвестно. Вот, видишь, уже раскинули. Мы многое оставили из-за машины. Не заехали в Швейцарию. Ну, это небольшое, какое там, Лихтенштейн. Вот, и сейчас мы направились в Париж. Перед Бордо, на юге Франции. Это километров 40-50, наверное, не доехали. А от Бордо. Ну, это говорит про Бордо. Да, где мы встали, эвакуатором нас затащили. Эвакуатор нас подцепил. Что-то кричит. Стоит много денег, но. А дальше что? Смотрим, как будет. Остановились на два дня. Мы хотели сегодня быть в Бельгии. А вы, Юра, не спрашиваете? Пришлось маршрут изменить. А он был здесь. Беседовали, да? Маршрут изменили, потому что мы подумали, ну, ладно ли будет. А здесь все-таки остановимся. Мы сократили дня два. Можем пробыть. Ну, дальше будет видно, что-то сказать. Едем, а уж как Бог даст. Это сейчас брат Николай стартер разобрал. И паяет, да? Германия бедная. И мы поехали заказать масляный фильтр. И сказали, нету, ребята. Германия бедная, говорят. Сказали, из тут мерляет, извинились. Масляного фильтра на Газель нету. А в России все можно найти. На иномарке, на всякие машины. Нет, они просто не бедные. У них на такие машины запчастей нет. Они, видимо, не считают это за машину, поэтому и запчасти не держат. Так что, извините. Лежите в Россию, так берите запчасти. С собой все берите дорогой, да? То есть, да. До двигателя. Да. Ну, то есть, еще один автомобиль сзади зацепить. Да лучше бы Мерседес купили сразу. В интернете кто-то выставил материал, вашу переписку или разговор со своим Олегом Синяевым. Да. Так, а кто это выставил? Я не знаю. Ну, видно, что сознанием дело. То есть, как события, называется имена, и как мать ездила, такими словами говорится. Дело в том, что Олега Синяева, это я хорошо знаю. Он приезжал в Потеряевку, когда он был в русской православной зарубежной церкви. Болел он, я его в Москве посещал в больнице. Я его знаю. Из всех, которые занимаются миссионерством сегодня, я его ставлю выше всех. Он берет прямо Библию. У нас хорошее отношение. Вдруг он какие-то начинает там псевдо, православное, что-то судить. У меня нет возможности его переспросить, так ли он говорил или не так. Поэтому я основываюсь на том, что в интернете есть. Но что с вашей стороны, как на мать говорили, тут похоже. Мать-то говорила. Если бы он был отец Олег здесь, мы бы проще это. Две минуты все договорились. Он сказал, я не говорил. Ну, вопрос снят. Но если он говорил, по незнанию или по умыслу. Я кровославный. У меня так говорит Олег Синяев известный, он не так известный, как Анрей Кураев. Анрей Кураев считает диакон в Сеаруси. Он называет меня самым выдающимся миссионером современности. На весь интернет выставлен, он задает вопрос, вы знаете, кто самый такой выдающийся миссионер? Не знает. Он называет меня. Я таким себя не считаю. Но я люблю Господа. Вот в этом весь вопрос. Для многих это он учился. Это его профессия, он хлеб. Я от этого ничего не получаю, кроме того, что я весь отдан. У меня не половина. Я сто процентов практически от Бога. Это любовь делает. И если даже где-то он видит, что это не так, не по его, то доказательства должны быть основания Слова Божьего. Решно где-то там о крещении. Мама стала. Это как бы вы говорите, такая вот приехала она там, что-то не сет салатки. Ну ничего, это несоответствие действительности. Дело в том, что архиереи, патриархи, приезжают к нам по деревку и служат. И все это в интернете выставлено. На литургии, причащаются вместе с нами. У меня брат прохиерей. Если мы, к примеру, так и говорят, не православные, а они служат, то их всех отвечать надо. Это канон. Дальше тоже встречают, уже канон, уже жестко берет их. Поэтому те, которые бывают там, это Ник, когда дарят там иконы, архиереи, батюшки, во время службы, литургии. Ну, сказать что угодно можно. Я скажу сейчас, «Вы родная дочь Гитлера». Ну еще, ну докажи. Одно дело сказать, другое дело за это отвечать. Мама была, она приняла крещение. Крещение, то есть помазания у нее не было, она не была погружена. И в этом никакого секрета нет. Сегодня об этом так много говорят. А вы знаете, что это лежит? Это мышон. Я знаю, что это лежит. Еще с утра, принесенной нашей кошкой, показывает нам, то, что она не зря у нас живет. Выброси к нам. Я знаю, я упросила мужчину, не сказала, «Муж лежит». Я мои руки все правда не нашла. Вот в этом вопросе. С вашей стороны, говорили или не говорили, я просто хочу пояснить, что из-за крещения, вот это макания и прочих церковь никогда не признавала. Погружение. Нет, слово «крещение» имеет только один перевод. Погружение. Другого перевода не существует. Вот везде, во всех, ну в невестском языке, крещение скажите, что я получила крещение. Переведите. Я не переведу. Не сможете? Я не знаток. Тауфен. А, по-немецки? А, по-немецки. А я не поняла про вопрос. По-немецки. А Тауфен начинает погружать, другого нету. Погружать, пусто, во что-то, в масло или и так далее. И погружается человек в воду. Не было погружения, он стоит. Крещение другого смысла не имеет. Почему и толкует святые отцы. Как человек скрывается в воде, так он умирает для греха. Как он скрывается в воде, когда он ходит, никакой нет, а то ладошкой по голове, пока его хлопнул, это же обман. Притом лютый обман, злодейский обман. Если причащает, и вместо вина к причастию будет какой-то опасной, то нет ничего там. Там нет. Это определенные условия, которые Господь Христос поставил. Не то, что я хочу. Нас Бог не спрашивает, как родиться. Мальчиком или девочкой, какого света, на кого-то будешь похожи. Это определенные правила, которые Бог дал. И с Богом связь только одна, молитва. Другой нет. Это один канал. Молитва есть? Связь с Богом нет. Нет молитвы, ничего нет. А на молитве начни себя проверять, Господи. А как ты заповедовал? У нас Писание. Вот у вас священник Артемий. Я ему как-то писал, большое постановление. Я привел 136 свидетельств. Это полностью священное писание, каноны, которые у него на столе лежат, ради которых он поставил служить, а не то, что он думает. Святые отцы об этом что сказали, и жития святых. То есть у меня вот четыре. Неопровержимые доказательства. Из них это 136 свидетельств. В ответ мне ни одного не дают. А что сказать? Да. Мы же православные. Православные они не могут вилять туда-сюда. Католики вот берут там что-то ложечкой и вьют на голову. Армяник есть, это у меня чаша вот такая, они вот так заходят, руки вот до сих пор. Все, это уже крещено. Какое крещено? Погруженное стоит. Ну, это у нас у русских есть слово такое, оно мало литературное, мухлевать так называется. Называется это профанация. То есть это осквернение. Никакого ощущения здесь нет. Крещение это рождение. И родится человек так, как Господь заповедовал. Он выходит из воды. Ну, воды отходят, человек не может по-другому. Вот сухим ни один ребенок не родился на свете. Бог так сделал. И даже его, если идти в свое встречение, он все равно будет мокрый. Весь. И это называется рождением. Ну, можно маленько глянуть на это дело. Вот я пояснить хотел, что если такой у вас разговор был, то доказательства должны быть на основании того, что составляет православная вера. Вера святой и соборно-апостовскую церковь. Да, раньше было так, что крестили взрослых. Ян Крест Златоуст 22 года. Василий Великий за 28 лет. Обычай был такой. Но здесь о другом. Что, ничего не надо? Он ладошкой, песком там начинает. И все придумали песком. Я говорю, откуда вы берете? Вот мы ехали с одним священником. Я говорю, где написано? Я не знаю. Я говорю, я тебе скажу. 176-я страница Духовного Бога. Ну, отдых есть. Я говорю, есть. Но вы до конца-то дочитаете, что? Шли в пустыне, заболел еврей. И они... Ну, а у Вера... А, крестить нечего? Они взяли его песком? А он выздоровел. Когда пришли, и рассказали еписку Худеонисию, Даша-то это, почему не рассказал? Он говорит, не выдумывайте, идите на Иордане и крестите. Что, песочное это крещение, лжекрещение признано? Ну, конечно, нет. А этого умалчивают, и дольше ничего никого-то нет. Это любое, любое дело. Если оно окончаемое, не показано. А вот человек жил, он хорошо жил. Он умел воровать, умел разбойничать. Я говорю, ну и что? Вот посмотри, какие дети богатые. Ну, дальше, почему Гиды говорят, что его повесили? Его повесили. Было доказано. И он был повешен. Видите, сейчас все кресты на последствия его. Все? Вопрос нет. А, вон как. Ну, вот. Гидлия, это не сарафанное радио. У нас разговор как-то был. На работе один. Видите, это дрозд поет черный. Дрозд? Дрозд черный поет. Это его пение. Амзель. Кивучий. Амзель по-немецки. Скажите? Амзель. Амзель, да? Незаправильно я говорю? А то я могу ошибаться. Где-то он здесь вот сидит, да? Амзель. Амзель. Он сейчас здесь пробежал. Вот такой черненький, амзель. Это черный дрозд поет. На работе, Саша, есть когда и... Встухали, говорит, наш начальник-то играл в уборном доме, машину выиграл. А другой говорит, маленько не так. Не начальник, а сын начальника нашего. И не играл, а папину машину проиграл. Не выиграл. Сходится, не сходится. Начальник выиграл. Оказывается, наоборот все. Поэтому, чтобы не было как в этом анекдоте. Нет крещения, и поэтому мама приехала, она просила, ей преподали. Ничего тут больше нет. Нет. А как по-другому? Никогда и не было. Это всегда в истории было так. Украинцы, которые неполное погружение были, прямо принято правило Владимирского собора, и всех перекрещивали. Украинцы и белорусы. Потому что они рядом с Польшей, а католичная вера православная сохранила все это в себе. Сегодня много об этом везде говорят и пишут. Об этом говорил мне кто-то, патриарх Алексей Второй. Не крестите там, где нет полного погружения. Я все эти места привел, откуда взята страница. Вот так. Если Олег Сеняев что-то говорил, то или умышленная, или недостоверная информация. Я не знаю, вы можете ему написать по интернету и спросить. У нас это не влияет, потому что эти слова-то не я говорил на него. До этого разговора всегда я подчеркивал. Когда меня спрашивали, кого вы знаете из современных миссионеров, но и он здесь же, как бы в разговоре с вами, говорит. Я знаю Лапкина, и это очень продуктивный, то есть высокий коэффициент полезного действия. Он вынужден это сказать. Почему? Потому что мое оправдание это вы в Господе, Павел говорит. Я могу показать людей, которые септанты, баптисты, адвентисты, пришли в православие в моем доме через проповедь. Там немцы, евреи. Показать просто. Не просто я говорю и в пустоту. Это люди, которые в патриархии теперь трудятся священниками. Ну, по плодам узнаете их. Вопросы? Я не знаю. Вопрос главный. Как с унынием бороться? С унынием как бороться? Унынием? Вы знаете, у меня своя наработка. Как жить с неверующим мужем и воспитывать детей в православной жизни? Так, первое, я отвечу об унынии, не скажем. Разговор начался. Это моя наработка. Меня еще ни один человек не видел унывающим. Ни один самый близкий. У вас бывает, что тут... Не бывает. Почему? Это вера побеждает. Уныния от плохо сделанной работы. Я все вместе суммировал и простым языком выражаюсь. А плохо молишься. Плохо постишься. Плохо считаешь Слово Божие. И приходит тогда у тебя уныние. Пролежало лишнее. Не вовремя встал. Вот оно приходит уныние. А когда ты напряженный для Бога и каждый день считаешь последним, у тебя огнем полыхает все. У меня есть стихотворение. Оно как бы... Вы поезды это, может... Я не знаю, люди... Ну, я поняла с вами, согласна полностью. Плохо сделанная работа. Только просто мне вот сейчас теперь интересно, как жить для Бога и воспитывать детей с неверующим мужем. Я к нему подойду еще попозже. Который является главой семьи. Да. И которого я должна без приказ словно слушаться. Слушаться только в том, что не противоречит Священному Писанию сразу. Да как его слушать, если он вообще ничего не говорит? И ведет... И у него разные... Разные меры воззрения со мной. Разные. И он идет в одну сторону, я иду в другую сторону. А дети в какую сторону? Хорошо. Господь говорит, исследуйте самих себя, верили вы. Исследовать можно молекулу, можно космос. Но главное это самого себя. И Писание говорит, вникая в себя и в учение Христово, занимаясь этим постоянно, и поступай так, спасешь себя и слушаешь у тебя и детей, и всех. Вы должны сказать себе, вам никто не навязывал этого мужа, вы сами его нашли. Я могу так сказать? Я абсолютно согласна с вами. Так. И поэтому все претендии только ко мне. Конечно. Не так, что там, ну, я не знал. Ну, были оба неверующие, когда мы встретились, оба неверующие. Теперь, теперь, теперь выход один. Ну, худо, бедно, я не могу сказать, что я там... Я покажу пример только один. Я могу сказать. Биографию Моники, знаете? Какой? Блаженного Густина. Нет. Муж у нее был очень, как говорят, крутой. И когда, ну, сегодня по лодочке аванса, другие, и любил выпить, то подруги спрашивали, Моника, почему ты без фонарей ходишь? Я не знаю, что так это... Она могла так. Она вела его молитвами ночными, а ночная кукушка перекуйкует дневную. А сын, а сын связался с чужой женщиной, ребенком живой. И он где-то там на ресталище, и она ни на шаг не отходила. Он на конские скачки идет, она туда, мать. И епископ, когда увидел их, говорит, не может быть, чтобы чадо стольких слез не обратилось к Богу. Это будет от самых больших отцов Святой Церкви. Обратился он, станет епископом. И потом обратится муж. Вот с чего надо. Кто обратился? Я говорю, Августин. Сын. Сын ее, сын. Блаженный Августин. Распортный человек. И вдруг превратится в одного из самых больших святых отцов Церкви Православной. Который посчитается и на Западе, и у католиков. А потом, уже вдвоем, они молились за мужа. И муж обратился. И она сама была не против выпить. И все изменилось. Молитва. Ян Златоус говорит, если я узнаю, что человек не молится... Это не молитва, стал трепоконно, сделал, побежал. Это не молитва. Молитва – это тайное внутреннее побуждение быть с Богом. Не просто говорить, а стоять и слушать. Даже без слов. Если я узнаю... Много-много чего можно услышать. Да. Во время молитвы. Не только разного, много можно услышать. Молитва – это когда ты Словом Божем наполнен, там будет только это. А когда этого нету... Вот как научиться его наполнить? Как? Это ежедневный труд. Это не сразу. Я могу еще сказать, из личного опыта, я обратился, когда у меня этот переворот случился в одно мгновение. Я встал, я вот смотрю, вот это вот я, и это не я уже. И мне сразу характеристику другую на флоте дали, все. Я в этот же день стал другим свидетельствовать о Христе. Я не слышал Евангелие, Библию как не держал. Но и с детства я верил, что Бог есть, есть страшный суд и огонь. В это я верил. Не надо, не красиво. В это я верил. И вот на этом страхе Божьем, который... Ну, это, конечно, это я понимаю, это все, это... Только я просто на конкретном примере. И это было написано в том письме от отчаяния, от уныния. Я не знаю, от чего это, или крик души это был, или что, я не знаю. Но если... Вот у меня самая главная проблема, самая главная проблема в моей жизни. Это компьютер. Это игр... Это наркомания. Игрные игры. Компьютерные игры. Ничего не сделать с играми. Нет лекарств никакого. Ничего не сделать. И как бы я ни боролась, как бы я ни запрещала, и ничего. Это хуже наркотика. Папа не видит в этом ничего плохого. Ничего плохого. Это одержимость бесовская. Ну так, а как с ней бороться, скажите мне? Пока-никак, только молиться. Вам ничего не сделать. Только молитва. Больше нет. Я другого не знаю. Молитва, пост, милостыня. Во имя Христа. Я вот второй год. Начальник детского лагеря уже 42 года. Основатель его. И наконец-то... Я не понимаю. Постарше детей, которые играют в компьютерные игры, не брать в лагерь. Они абсолютно не поддаются никакому влиянию. У него весь мир рамкой монитора ограничено. Он не понимает, что... Я с вами спорить не буду. Это 100%. Это 200%. И показывает, как ребенок, когда мать его берет на ледяные договорились, и снимает, он из себя трясется весь, орет, опрокидывается, ломает все. А ему там нет, может, в дереве где-то. Это буйное помешательство. Сейчас святой водой покропила. Сама ты должна думать. Ну, а может ли выйти? Я пока не знаю, в случае. Но для Бога все возможно, пока человек живой. В самолетах я смотрю, прям непрерывно иду. Одновременно в небо смотрю, и шесть штук рядом. Скажите, вот, да, я должна воспитывать их в православной вере, и все. А вот они пристрастились к игре. И, если честно, я скажу вам, как на духу, как на испаните. Я проигрываю в этой игре, в борьбе. Я проигрываю их души, потому что они играют. И много споров, много ссор, и много противоречий у нас было с мужем, и на глазах детей. Этого не надо делать. И я просто, я понимаю, что... Я не понимаю, как мне сейчас вести себя. Просто не понимаю. Вот давайте, на вашем месте. И вот это вот положение, я честно вам говорю, вводит меня в уныние. Вот это вот. Наоборот, за вас гореть все. Я понимаю, что я не должна этого делать. Я не должна этого делать. Ну, хорошо. Я должна быть. Миссионер Спиридон пишет об этом. Я говорю, был непослушный, отца нет. Ну, бегай, прибегай домой. А мама стоит на коленях, слезами вливается. Господи, Спири меня не слушается. Я одна, я не могу воспитать его. Я, как-то, опущусь на колени, рядом с мамой, начинаю молиться. Один из самых знаменитых будет миссионеров, проповедников православной церкви. Он прямо о себе говорит. Молитва матери. Никуда, только не унывайте. Уныние – это та яма, из которой вам самой уже не вылезти. В уныние человек накладывает руки на себя. Что угодно делает. Уныние от дьявола. Нил Сенальский говорит так. Согрешить – это дело человеческое. Отчаиваться, то есть спать на уныние – это дело сатанинское. Ни под каким видом. Что значит уныние? Христос – то же самое. Я еще на этой земле не умер. И прочь. Никогда этого слова даже не допускаю. Это смертный грех. Причем я понимаю, что они тоже находятся в страстях. Мама говорит одно, папа говорит другое. Они выбирают естественное. То, что им лучше. Вот все мои вопросы. Вы знаете что? Вы еще все время помните, что человек еще не родился, а у Бога все дни для него назначены и записаны. Салом 138. В твоей книге записаны все дни, когда ни одного из них еще не было. И поэтому, если он назначен туда, его никто не вырвет. Господь говорит, иди предназначенному по Иуде. Что делаешь? Делай скорее. Господь не мог спать и скорее отца, сына. Никак. У него участь такая. Это его планета, как говорится. Это его ячейки. Вы плачете о детях. Все это понятно. Но если они не предназначены, не избраны, вам ничего не сделать. Но вы-то этого не знаете, поэтому боритесь. Да, как мне их изъедет, сердце из моего вырвать. Придется. А как некоторые говорят, вот суд Божий будет. Хорошо. Мать спаслась, а дети не спаслись. Как она будет? В ней будут существования такие же, которые в Боге. Она также будет смотреть с гневом на них, что они отвергли спасителя. Вот это человеческое пристрастие, это уйдет. Мы должны проникнуть этим Духом Божественным и выпросить у Бога. Говори, Господи. В конце молитвы скажите, говори, Господи, слушает раба Твоя. Всегда на технику отощих. Страхи перед Богом. Выскажи Богу, мой символитель, слух. И чтобы дети слышали. Они потом припомнят, когда вас уже не будет. Они могут обратиться после вашей смерти. Сколько таких стихов написано. На могиле матери, вернувшись, бродяга покаялся. Я сейчас заезжал. Как ей научиться молитве? Ученики спросили, научи нас молиться. А Господь им сказал, что в первую очередь признай, что наш Отец в подлинном смысле один. Сущий на небесах. Теперь насветится имя Твое. И разбирая вот эту молитву, мы найдем ответ. Я в разных университетах вел занятия. И перед занятием мы пели Отче наш, Сарю небесный. А я потом объяснял. И потом посчитали, на макетофон люди записывали. Я не повторялся. Сарю небесный, утешителю, души истины. И живет здесь, и вся исполняет. Сокровище благих и жизни подателю. Приди и вселися вны. Я чистен от всяких верностей. Спасибо даже, души наши. Я сказал 60 проповедей на эту молитву, разъясняя ее. 60 примерно по 20 минут. Это у меня было как вступление к занятиям в университете. Да как это может? В каждом слове глубочайший смысл. Нет ни одной запятой лишней. Я на то слово Деяния апостолов, заголовок Деяния апостолов, он говорит 6 проповедей. Два слова расстолковывает, 6 проповедей. И каждая проповедь больше, чем по полчаса. Это глубины Бог открывает. И тогда у тебя иное видение, иное зрение будет. И на сегодняшнее состояние свое посмотришь, да как я могла унывать. Господь же со мной. Он через детей, может быть, вас старается найти. Чтобы вы были ближе к Нему, чтобы наше Я было истреблено. Богу дать место нужно в сердце. Почему? Для спасения нужно три ступени. Вот первое. Отвергнуть себя. Своё из себя, значит, вы знаете, из чего ты состоишь. Конечно, вещь идет не о внешнем. Глаза выше. Второе. Восьмый крест. И третье. Следуй за Мною. А сегодня я христианин, следуй отвергнуть себя. Моя собака смотрит на хозяина. Я здесь. Он не знает, в опасности или нет, в специальном учении. В опасности я сейчас с него съем. Нет, я его не съем. Он незадолго перед этим стал чемпионом России. Это не просто собака. Собака номер один. Пехина сохраняет, когда мы ложились спать. Мы жили за полосах ночевыми. Вот один раз вы услышали. Уныние долой. Перед Богом попросить в этом прощения. Уныние – смертный грех. Уныние идет от сатаны. Да это я все знаю. И никакого уныния. Печаль приводит к раскаянию. Ага. И рождается крушенное сердце, где начинает царствовать Христос. А Христос вчера, сегодня, вовеки тоже. И этой печалью, то, что вы называете унынием, он из нас выдавливает остальное, чтобы ему было место. Когда мы видим, все, поднимая руку, я знаю, ничего не помогает. Они не слушают. Вот в этом начинает Господь делать. Мы ему мешаем. У нас дорогой были большие препятствия. Очень большие. Я говорю, братья, мужчина не в турках, которые задержали нас, она в нас. Давайте молиться. И мы 12 часов стояли на глазах людей, там, где площадь, стояли и молились. И Бог все сдвинул, внезапно. Разом. И никаких уже этих евро-шестот нас не стали просить. Ничего нет. Выпустили и все. Я нескольких дней не мог от этого отойти. Это молитва, когда слово потрясение, я никуда теперь не могу относить так, как молитва. Когда все потрясается и небо с землей соединяется. Да, не так. Да. И был такой у Румана Ричард Вурмбрандт. Он много сидел в сталинское время, но у них-то там еще ушестку был. И вот, а там, когда служили при Биттлере, его арестовали с женой на проповеде. У него было, я не знаю, сколько могу ошибиться, два сына, дочь, кажется, и расстреляли. А над ней издевались, ее бросали, привязанную в Дунай, вытаскивали. Когда война кончилась, и она пригласила недалеко там какая-то застава, и за столом у нее сидит, и она угощает его. Она ему и говорит, которого угощает, охранника. А вы не помните меня? Нет. А разве мы встречались? Встречались. В 42-м году моих сыновей вы расстреляли. Помните? Он так и обомлел. За столом у нее сидит. А потом над дочерью издевались, и вы в том числе. И ее сожгли огнем. Это моя дочь была. А помните, бросали в Дунай женщину, ловили? Это я была. Но я ничего на вас не имею. Да, я просидела 22 года, не видела свободы. Но я радостный, я с Господом. Он чуть не умер за столом от страха. У нее не было уныния. Она радостная шла. Бог дал, Бог взял. Бог знает, куда привезти. И тебе их не обратить и не привезти. Только молитва. Доверься Богу. Богу нужно наше доверие. Он любит нас. И мы должны в полноте отдаться Ему. И тогда Он наполняет сердце. Господь полагает такие мысли, о которых вы даже не подозреваете. Даже ближние будут удивляться. Откуда у тебя это? Я сама не знаю, откуда Бог дает. У вас такие песни начнут рождаться в душе. Вы будете петь. Петь в потоке слез. Мне приехала родная сестра. Конкретно я и моя сестра. И она в деревне там называется, у нас там собирается, Тачок там, танцует там. И она что-то называется, Гужовка. А я приехал. Я уже обратился. Уже первый год, кажется, был. Я на корабле работал. И она ушла туда. Я пошел в другую сторону. Ночь, темнота. Я дорогу знаю. Я шел один по деревне и плакал. Свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела им были злые. Делающие добро идет к свету, дабы явно были дела его. Делающие злою ненавидит свет и не идет к свету. Я эти слова иду, но они не мотивом, а из сердца вырываются. И пою. И уже я не слышу это нигде. Я весь вечер проходил, уже, может, под утро вернулся, ходил и плакал. Прихожу я сестра уже дома. Семь детей у нее будет. Дети верующие. Мы самые близкие друзья. Одна ночь. И я припоминаю эту ночь. Я как в каком потоке плыл. Ночь, тишина, тепло. И я шел и плакал всю ночь. И вот эти слова пел и пел. А она не знает тебе, Господи. Она такая красивая, себя видная была. Ничего не было. Она просто ходила. А я обратился в это время. И вот по сегодняшний день, а это уже прошло почти 50 лет. Вот как. Поэтому доверьтесь Богу. Доверьтесь. Ничего больше не говорите. Считайте Слово Божие и молитесь. Растирайте руки. Стоя на коленях, поднимайте руки. Вот так молитесь. Это разрешено. По житиям святых жены молились. Стоя на ногах, молитесь. Вопию тебя. Плод чрева моего уходит. Я не вижу ни одного зеленого листочка на них. Обрати их, Господи. Моя вина. Я вовремя не заложила, когда носила их по чреву. Я сама пришла поздно. Сжалься над ними. И муж мой, Господи. Ты дал мне мужа хорошего. Я своим неповиновением. Здравствуйте. Лиза, у нас служит. Вот, вот, вот. Настойте, смотри. Доверьтесь к Богу. Вы, вот здесь, где-то, никто не видит под кустиком. Люди будут говорить, обсуждать, не слушают. Под пение птиц очень хорошо молятся. Как только свободно, так на молитву. У Давыда есть 118-й псалом. Если запомните. 164-й стих. 118-й, самый большой. Он говорит, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Суды такие. Вот такой муж, такие дети. Это его суды. Через это напоминает мое. Мое. Ни в ком вины нету, только во мне. Слезы должны быть, слезы благодарности. И у вас не то, что уныние, а появится какой-то необыкновенный свет лица и ликование. Вы одержите победу над этой тьмой, которая окружает унывающее. Уныние – это ад уже на земле. Человек опускает руки. Это полное недоверие Богу. С Богом не может быть уныния. Только требуется отдалиться от того, что ты есть. Отдались от этого. Дети, только ты говоришь, вот я и дети мои, которых дал мне Господь. Почему дальше ты не говоришь? Дети мои. Запятая стоит там. Которых дал мне Господь. А раз он дал, значит, Господа, дети твои, приведи их. И мужа он дал мне. Сколько, которые замуж не вышли и прочее, ты дал мне мужа, я благодарю тебя за него. Вы в нем должны найти то хорошее, что привлекло вас к нему. И поблагодарить за мужа, какого он дал, наполнить сердце язык благодарности. Так, а что ж я не благодарю, что ли? Нам, может быть, и немного, но я не знаю. Я себя не понимаю. Я говорю только то, что пережил. Я говорю не слова. А я тоже говорю то, что пережила. Я тоже перед вами не криваю. Вот. Поэтому уныние прочь. Больше никогда не поминайте. Дьявол радуется, когда обвергает человека уныние. Это ненадеяние на Бога. Недоверие Богу. Почему-то ты все темнее и темнее делаешься, а мама все светлее и светлее. Сынок, у меня ничего, кроме разверстого зева, могилы нет впереди. Вот он пролетел. Видел? Прямо над тобой. Да, да. А мама с каждым днем ближе к вечной встрече со Христом. Представь, как ее путь озаряется. Вот и ответ. Ответ умного человека. Каждый день мы ближе к спасению. Ради чего мы все это делали. А универащий ничего нет. Он понимает, стареет. Нет, он разные таблетки там принимает, что-то разгоняет в себе. Дрябнет. Он противный делает совсем. В школе учительница задала задание. Напишите, кто из живых у вас есть? Такие или... Вызывали бы у вас желание, чувство подражать ему. Ну, примером для вас бы. Ну, кто-то называет там Островский там. Девочка одна говорит. Для меня бабушка. А вычищенец, и ей говорит. Я догадываюсь, ваша бабушка верующая. Она говорит, да. Старики противные. Они не нужны. Только кроме пенсии забрать у них. Но когда они верующие, они скрепляют всю семью. Они стражи перед Богом. Верующие и неверующие. Это небо и земля. У неверующего ничего нет. Лопух в его представлении. Огонь. Они за все благодарят Бога. Что Бога-то не было. Написано, за все благодарите. 1 Чесноя Египта 5.18. За все. Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Так они так, как я хочу. Вот в этом весь и смысл Богу довериться. Потому что последствия дела сокрыты от нас. Я в жизни не по ровной поверхности шел. Я во Бога не раз попрошал. Господи, переводи меня в другой класс. Я уже понял. И говорю, это не где-то в тюрьме. Один среди безбожников. Среди убийц. Уголовников. И Господь показывает мне больше, чего я не видел. Что ты этого не пережил. У тебя будет опыт. Я после этого 17 лет помогаю заключенным в тюрьме. А они знают, кто я. И они меня слушают так, как другого слушать не будут. Потому что я пережил этот этап прошел. Как переводится, Татьяна, по-русски? Учредительница, по-моему. Если я не ошибаюсь. Так вот, учреди себе престол Богу. Престол радости. Чтобы вас больше муж никогда не видел такой, какой не хочет видеть. Радостно я встретила его. Верни все назад. В первые дни. Верни. Что вернуть? Что вернуть? Радость, которая была у вас при виде мужа. Но у меня она до сих пор есть. А его никогда не видел. 19 лет, слава Богу, живем до сих пор. Вот. Понимаете, это настроение, оно сказывается у него на работе, на всем. Я разве говорю, что он плохой? Да, 17 лет пил. Я честно говорю, 17 лет пил, страдали вместе, страдали. Но я не говорю, что это кто-то виноват за это. Это, если бы он не пил, это, ну как, я не могу объяснить. Если не страдают от этого. Мы страдали все. И он тоже, тоже страдал. Сейчас вот не пьет два года, слава Богу, как в раю. Не как в раю, но лучше стало. Ну, лучше стало, я не знаю, как в раю, я не была там, не могу сказать. Но стало лучше. Люди говорят, ой, тут как в воду. Мы говорим, в воду нет раскаяния, нет воды. А здесь вода есть и возможность раскаяться. Хотя страдать бывает очень тяжко. Вот сейчас мама знает. В друзьях у нас один есть, Сергей Козлов. Парализованный конописис. В 23 года купались, он дожил головой об ревно. Семь позвонков разлетелось. А потом его 7-15 минут достали, делали искусственное дыхание. И перерезали весь этот столб нервный. Он полностью прорезал, у него движется плечевой сустав. И вот так вот все скрещено, и он рисует иконы. В интернете он стоит на первом месте. Ему из-за фона отовсюду заказывают. У него такое прозрение. Одну беседу только с ним провели, он мне сразу говорит. Я говорю, вас понял, вы вот этого хотите, я говорю. А как-то уже видно, я говорю, а где-то этого не видят. А он лежит, совершенно парализованный. И показал, как у него живот разрезан, какие трубки там откачивают, что. Ужасно где. В другой раз не выходит, только напишет, совершенно не могу не писать ничего, какие воли там бывают. И уже 12 лет. И вернуться назад, никак. Болезнь моя, говорит, это в два раза дороже здоровье. Прежним стать я не хочу. Я познал Бога, радость общения с ним. И мы с ним друзья. Мы сейчас к нему заезжали. И в интернете это все выяснило. Он специалист по интернету, мне помогает. Новый сайт организовал. Выливать там какую-то обиду или что-то на мать свое, это моя мать. Ну, как вот мне говори... Ну, вот, я должна говорить... Ну, как, вера, слышание от... Слышание от слова будешь? Я стараюсь читать детям своим это, но я не понимаю... Ну, как, толкование я понимаю только, но Нового Завета и то не все. Да, по-моему, это все толкование есть. Ну, у меня тоже оно есть. Ну, то не все. Один момент. А я говорю с детьми, и чтобы мне говорить с детьми об этом, я должна вообще быть, ну, как, асом. И вот от этого я еще унываю, что я не могу им это объяснить. Не могу. Они на меня смотрят вопрошающими глазами, и они согласны слушать, и все. А я не могу объяснить. Вот что мне делать? Мама твердит, надо заниматься, надо заниматься, надо заниматься. А я не могу с ними... Я учитель, да, но я во многом много чего не понимаю. Ну, может быть, один процент из того, что я читаю, я понимаю. Ну, может, два процента. И вот эти два процента мне нужно донести ребенку. Ну, и как вот... Я понимаю, как с ним говорить о Боге, о Боге. Не понимаю. Толкование читаю. Толкование читаю, они просто безучастно слушают на меня глазами. Опять мама начала. И все, и пошли. А я начинаю унывать от того, что я не могу им объяснить. Потому что я сама это не понимаю. Выпросите у Бога. Даже если я вам буду сейчас толковать каждый стих, вы тут же и забудете. Конечно, я и... А когда вам Бог это положит, и не просто назойлю, а настолько будет спокойно, нежно. Они, допустим, что-то делают, рисуют. И вы это так повернете к Священному Писанию, место приведете, и покажете по жизни и примеры людей, которые прошли, что дети будут смотреть. Я-то начальник детского лагеря не два года, сорок с лишним лет. Дети разные-разные. Я понимаю, и я... Ну, как... Не чуть вас в этом... Ну, как сказать... Ну, то есть, кто я такая, чтобы вас судить за то, что вот вы это делаете. Не могу мне сказать свою... Бывает, надо увидеть, и у ребенка бывает тяга к чему-то. На этом можно остановиться. Ну, вот я сейчас здесь. Вот мое место здесь, в Германии. У нас нету таких людей, как вы, как ваша община. Нету. И вот я нахожусь вот здесь и сейчас в этом месте. И я одна, которая не понимает вот это все. Я читаю, читаю. Я и Библию прочитала уже от корки до корки раза три, наверное. Не хвастаюсь, говорю. Но я не запоминаю. Многие слова я читаю, и я с ними живу. Я понимаю. Аня, по-русски понимаешь? А когда я отхожу, когда я ложу ее, все, я побежала, суета житейская, белоплоть, и побежала, и все. Потому что без этого я тоже не могу. Ну, вы многое не берите, то, что знаете, говорите. Пока становитесь на этом, поблагодарите Бога. Даже немного Господь может сделать и умножить, как хлебы. Ну, два хлеба, там, что там. Ну, у нас нет еще. А Господь накормил-то семь тысяч. И вот я чувствую вот эту ответственность, вот чувствую я эту ответственность, и в то же время я не учитель богословия, простит уж меня. Вот знаете, о муже, допустим, говорит, апостол Петр говорит, дабы те мужья, которые не покоряются Слову, Библию же, без Слова были приобретаемы, без Слова. А что? Увидя ваше кроткое, богобоязненное житие. Это заменит все ваши слова. А другая, а я ему, не знаю, договорясь, собираешь горящий уголь, да я уж ютюгом учила его. Горящий уголь. Учила, но каялась в этом, даст Бог, на данный момент, на сегодня, я думаю. Ну, если не так, и тогда не унывай, потому что он неизгнает. Слава Богу, что такой муж, который не напоминает об этом, не злопамечствует. Благодарю тебя за мужа. И составили ролик такой, на него поставили. Женщина поет, не слышали? Нет. Ну, хорошо, благодарю тебя, что дал мне мужа. И опять припев такой. Благодарю, что дал жену, благодарю, что может. За все, за все благодарить. И не дал. Благодарю, я один, я ни с чем не связан, я для Бога служу. То есть во всем нужно найти промысел Божий, его забота обо мне. А забота его такая, что сегодня я его, этой заботы, может, и не вижу даже. Я не понимаю, площадка маленькая ваша, для ребятишек маленьких вот эта. А она сломалась. Она была для них. Там такое правило такое, один прыгает только. Ну, дети же есть дети, они прыгали все вместе. И порвали. И она, вот эти вот алюминиевые трубки, они лопнули. И теперь она стоит без... В том году прыгали. Я вас не буду задерживать больше. Нет. Нет, это уже прохладно. Слава Господу, что встретились. Я маме расскажу, мы вместе помолимся. Пожалуйста. Ничем не прошу. Мама любит вас. По-немецки, как по-русски. Изумить. А, изумить, да. Вот вы стойте. Я сейчас схожу и вас изумлю. А вы стойте, вот смотри. А ты записывай. А вы не поворачивайтесь. А мне записывай, да. Сюрприз. А ты записывай, да. Я вот и хочу изумить. Потому что это очень крутая штука. По крайней мере для меня. Опа. Это моя. Я на Тихоокеанском пути служил. Так и я служил там. В Петропавловске, Камчатске. Вот у меня осталось. А ну-ка, одень его, Володя. Чтобы вы вспомнили молодость свою. Да вы знали, что я в Тихоокеанском служил? Вы же моряки. Да. Вот. Вот моя была дембельская бескозырка. Вот это вот шили, наверное, вам. Это шили сами у меня. У нас. Это больше Камбел. Это сама самопальная. Какой у вас? Это не уставная. Но она сейчас уже мне маленькая. Вот так вот. Всегда делали вот так вот раз. Оп. Вот так должна быть. А для чего вот эти, знаете? Это. Это когда идешь вот так у на врага. Чтоб не слетело, да? Тихоокеанском служил в злоте. Вот, играйте тихо. Примерите. Нет, какой-то. Ну ладно, примерите. На моего вообще нету. Ну как нет, давай. Нет, нет, нет. Да и тихо еще. Нет, ну как нет. Серьезно. 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 Она пойдет на всех. Помните, Владыка говорил, что ваша шапка для него большая оказалась? Мою шапку взял, Владыка, на свою замерзся. Да, я ему дал. Он на свою шапку надел, мою шапку. Как раз было. Какая, говорит, голова у него большая. Большая. Спаси Христос. Вот, видишь? Что, удивил я вас немножко? Да, конечно. Это молодость. Это молодость. И моя тоже. Я три года на флоте Петропавловске-Камчатском. Вот. А нас, видите, я до конца не был. Это был, я сейчас скажу, когда, 61-й год, начало формирования ракетных войск. И по всем родам войск был дан указ, у кого 10 классов и выше, а у меня техникум был. И нас набрали, мы строим, стоим, только кавалеристов нету. Это первый был, который набор ракетных войск. 61-й год, да? А у меня была должность, которая, даже сегодня люди не знают, техник, смотритель воинских зданий ракетных войск Дальнего Востока. У меня увольнительная выдавалась на год. 1 января по 31 декабря. Я ездил по всем областям Дальнего Востока, он взял жилье, пригодность офицерского состава, должен был составлять. Так это блатная должность-то была. Очень. Мне сразу звание старшины присвоили. Это блатная должность. Сразу, минуя все должности. А у меня военная профессия была торпедист-компорессорщик. О, серьезно тоже. Страшное дело. Страшное дело. Это подготовка и обслуживание торпедных аппаратов. Смертоносное. Торпедных аппаратов. Сколько потопили, ужас один. Любимцы Гитлера, подводный флот. Это его самые любимые войска были. Они же парализовали Англии, это полностью почти. Так что, ну че, вот у нас там была база, тоже подводный флот. В Елизово не были? В Елизово был, почему нет? Мы как-то участвовали в параде, я не знаю, 9 мая или где, в самом Петропавловске. А в ваше время была, англичанка была уже? Нет. Печевинка. Ну, англичанка, это база, это недалеко, вот, в районе Петропавловск-Копчатского, это база, это самое, подводных кораблей. А Печевинка, это, ну, километров 70, это тоже по океану, это самое, ну, там тоже бухта такая, там база подводных. Я увлечен в это время. Ну, это не секрет, это все знают сейчас так же. Увлечен был языками рядом в Тайване. Я у начальства добился вставать на один час раньше с наушниками, а не эту, речь англичан, самостоятельно вставал языки, и для меня это было. Я был в командировке на острове Беринга. И вот там есть могила у острова этого, Витя, вон он сидит, видишь ли? Витя Соберинга. Не на скольчика, а на дереве, просто на дереве, его видно. Витя Соберинга, это Виктор, по-русски. Ну, это же голландец, да, или датчанин был. Витя Соберинга, могила. И что интересно, мы там в командировке, ну, были, ну, просто это самое. И там тундра. А тундра такая интересная, там, это самое, там, вот идешь, Вот таких кустов нет, вот такое все. И там вот такие бугорки. Дорховенькие, маленькие, вот такие вот. А сверху трава. Я беру вот так вот трогу раз, ее поднимаю, и она как сетка, вот так поднимается, и вот она вот, поднимая, она аж там тянется. Вот настолько она вот такая вот. А грибов столько белых, там, ну, типа вот такие вот, как белые, с такими толстыми ножками. Столько грибов, я никогда не думал, что там может быть. Ну, мы чисто так, как создатель у нас была. Возможность там спокойно погулять, там, типа увольнения, все. Далеко-то куда пойдешь, там, там небольшой, это самое, поселок, далеко никуда не идти, то никуда. Минуточку, вот, вот на крыше сидит дрозд. Да. А, это дрозд? Дрозд, это черный дрозд, певчий дрозд называется. Вот я его снимаю, дрозд, певчий дрозд, черный дрозд. В Зоннеберге, в Германии. В Германии, мы сегодня сюда приехали. Ну, Николай учит этого, урагана, вон, видишь, дрессирует. Подвесел, любит по команду, блин. Все-таки молодость, это, это хорошая штука. Жалко, что, жалко, что мне нельзя не повторяться. Меня в армию когда взяли, я был готов военкома обнять и поцеловать. Ну, вот хорошая была там, в армии, все, можно. Я про раб. А, ну вы, это самое. У меня 6 объектов было, 250 человек. То есть, строительная команда, там у них вы начальник? А, ну, какие строители, их учить надо. А я сам-то какой? Ну, вы только с техником еще. А пирпичи умеете ложить? 40 лет печником пробыл. Печником? А вы печки можете, да? Да не можете, это моя специальность, потому что мне программа, когда я уверовал, не давали. Я 40 лет работал печником, это не просто был печник, а... Ну, печное дело, это... У меня 280, 300% выработка все было. Это не так просто, печку, посмотри, хорошую. Печку-то можешь сложить, чтобы она топила, чтобы тепло. Топило, во-первых, что до самого пола было почти тепло, меньше угля, никогда не дымило. Не дымило, чтобы... А, ну, ты шли, это настроение хозяйки. Да. А то не открыло то, что... То есть, дом вы сможете построить? Ну, вот, если будут молодые ребята, будете говорить, так, 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 все. Я сколько их построил, в даче нанимался. Я для дела Божия это все делал, как мексиканец. Что заработать? У меня 90% заработка все время отдавал на дело Божие. Я фанатик в самой последней степени. Не, ну, почему фанатик? Фанатик, как ссать? Это фанатас означает человек до смерти верный своему делу. Фанатас. Это по-гречески? Да, да. Не. Это подлинный смысл, говорит, экстремизм. А я вел занятия во всех отделах милиции, а потом в краевой отдел. Ну, меня туда привозят. Сегодня экстремизм нам, скажите. Я начинаю говорить первым делом. Я экстремист. Экстремист плохо. Экстремист это человек, который до совершенства доводит дело. Вот он знает машину. Это экстремист, самый настоящий. И он доводит, очищает все дело. На такой машине ездит так далеко. Экстремист. Да, экстремист. Это экстремально. Мне так далеко заехать, я бы не оплатился. Какой-то конгресс интеллигенции. Я вышел из Библии и говорю. А тут президиум сидит. Я говорю, я экстремист. А кто не экстремист? Вы знаете, кто? А нет, я говорю, Блевотина. Ну, а если, например, зал такой. Там даже, кажется... Не, ну, это компрометирующий, думаешь? Ну, сколько, я объясняю сейчас. А они, люди, кого-то боятся такого. Они сидят здесь, тут из партии, я поясняю, почему. Апостол Павел говорит, если бы ты был голоден или горяч, но так как ты тепл, то я изверну тебя, то есть ты не рыба, не мясо, изверну из уз. Из уз что? Толкуется, говорит, это то, что человек изрыгает из себя, Блевотина. Поэтому выступает передо мной доктор юридических наук и говорит, экстремисты верующие, все до единого, нельзя быть не экстремистом. И когда я пришел домой, позвонил, я говорю, а откуда вы это знаете? Ему телефон узнал через даму редактора. Я говорю, откуда вы это знаете? Говорите-то. Я что хотел сказать, он почти все сказал. Он говорит, а ваши 12 дней у меня на полке зря стоят. Он в магазине купил доктора юридических наук. И вышел, и перед всем залом все сказал. Сорокин виталий. Ну, и я. Вот это было для меня. Новый человек, а Бог нашел. Вот, сними, смотри. Вот сейчас Николай повозился с машиной, да? Это была Газель. А теперь он повозился с ней. Теперь это Мерседес. Да. А почему? Ну, он так сделал, что она сейчас будет бегать. Я сказал, что ты из Газели сделал за 2 часа в Германии Мерседес. А это очень просто. Взял вот эту, вот снимай. Взял вот эту, оторвал, а Мерседесовскую приклеил и все. Очень еще далека, именно автомобили. От совершенства. От совершенства. Когда Мерседесы бегают по 300 тысяч, по 400. Легко. Если до Аудио, допустим, если ты следишь, то у них, в принципе, до 200, до 250 тысяч, а не все вот. Легко. В интернете стоят все 200-250 тысяч, через по 300 тысяч. То есть, учиться еще и учиться. И учиться. Как говорил один человек, не буду говорить, что он великий. Но он насчет еще был прав. Учиться надо. Ну, великий черный гений, да? Да. Учиться надо. Потому что техника, жалко, что в России плохая техника. Мы сколько вот едем по Европе, я все спрашиваю брата Николая. И когда наши начнут, русские, делать такие дороги, ну когда? Дороги хорошие. Он улыбается, говорит, никогда. Да никогда не будут у нас делать такие дороги. Николай, я не пессимист, я отхимист, как бы. Но у меня уверенность такая, что пока у нас такие люди, у нас не будет ничего делать. Николай, я уехал из России 20 лет назад. И вот ты приехал и говоришь, что дороги там также такие же, как и были. То есть пройдет еще 20 лет, приедет какой-нибудь другой человек, так же будет на эту тему говорить. Пройдет еще 20 лет, и все будет точно так же. Понимаешь, как бы, меня могут вруном назвать, да? Дороги делают. Делают дороги. Но их делают так, что их вот сделали, и через два года их начинают делать. Дороги, это в Германии, когда сел ты и надавил, и едешь культурно. А в России, когда, ну, хотя это тоже неплохо, когда такие дороги, как в России, есть тоже свой гешмак. Свой это самое, такое интересное. Зато никогда не заснешь. В Германии, видите, такая чистота. А что только от чистоты? Не зайти решеткой за решеткой, ни к лесу, ни к озеру. Да, вот сейчас мы Германию критиковать будем. Почему? Чистота. Не, я с вами не согласен. Очень приятно, когда чисто. Игорь Идиханович, ну не зайти еще в лес. Зачем вам не нужно от леса, когда я поближусь. А для этого и существует культура. Зато туалет, туалетов наставлено немерено. Если ты хочешь туалет, то есть так называемый в Германии Раштат. Раштат остановился, и там буквально через каждые 7-10 километров есть. Зашел культуру, насходил. Это культура. Один человек русский сказал, что культура начинается с туалета. Правильно, но культура-то как раз начинается с еще на Писании. Пойдешь, говорит, возьми лопатку, дабы зарыть испражнение. И причина какая? Среди вас ходит Господь. Это в Библии говорится. А тут культурно все. Ну культурно. Остановиться даже нельзя на дороге. Вот лес и решетка выше глаз. Это порядок? Зачем на дороге останавливаться? Зачем мне этот лес-то нужен тогда? Для того? На дороге зачем? Для того, чтобы ягоды собирать. Для того, чтобы ягоды и грибы собирать. Кому собирать, когда в лес зайти нельзя? В лес можно зайти, пожалуйста. Есть место, где специально заходят. Но не в том, чтобы это все продано. Нет. Пожалуйста, поедемте. Завтра я вас повезу вот здесь в лес. И собирайте грибы и ягоды. Никто не скажет. У меня родной брат были в Германии. Никто не скажет. Они почти там шишек собрали с учениками. Ну все что-то сделали. Хозяин пришел, да как там разбухтелся. Да он ему там уже купил вина. Да кое-как отбили, чтобы... Нет, Геннадий, есть и частные участки в Германии, леса, где... Ну он про частные участки. А вот лес, вот лес. Пожалуйста, иди собирай там хоть шишки, хоть что вверх. Вон там, вверху. А то бы она не беззойти нельзя. А есть, которые им можно пользоваться? Вот даже, мы приехали здесь. Я хочу искупаться собакам. Невозможно куда. Это ехать надо 50 километров, чтобы подойти к морю. К морю не подойдешь. Зачем мне такое море? Не, ну разные места есть. Здесь тоже, допустим, водоемы. Есть Бады называется. Мы были в Лиссабоне, мы не могли искупаться. Там, где можно купаться, озеро. А есть озеро, которое запрещается купаться? В Лиссабоне мы хотели только купнуться. В море. Океан. В океане. Так надо было найти просто пляж, где... Да нет, надо в запятки ехать туда куда-то. Ну а там, значит, частные не разрешают. Там везде такой порядок. Порядок должен быть. А у нас в любом месте. Если нет порядка, тогда и ничего не будет. Мы служили там, где, в любом месте, где хочешь, там вы купаете.